Сегодня было несколько резонансных событий. Сегодня это 20 мая 2016 года. И одним из таких наиболее резонансных событий было проведение полком АЗОВ акции протеста под Верховной Радой, которая вызвала огромное количество внимания, перепостов в благосфере и т.д. и т.п. Почему такой резонанс? Прежде всего, потому что это представители АЗОВа, полк АЗОВ, это боеспособная единица Носгвардии. И он воюет на востоке Украины. И, естественно, его позиция, которая была достаточно четко артикулирована относительно Минска-2 и тех последствий, которые вызовет его имплементация в святое тело украинской конституции, естественно, это вызвало большой резонанс. И многие начали задаваться вопросом, что это такое? Какая-то самостоятельная игра Белецкого или спонтанный ход, спонтанный шаг? Что за этим последует? Ну, я думаю, что на самом деле нет никакой спонтанной игры Белецкого, потому что все-таки АЗОВ, он управляется государством. Есть, правда, гражданский корпус АЗОВа, который представлен активистами. Но поскольку это дисциплинированная организация, то я не думаю, что подобные действия были произведены без какой-то санкции со стороны властей. А если мы мыслим так, то это означает, что эта акция преследует своей целью показать Западу, нашим западным партнерам, что попытка действовать в рамках той стратегии, которую демонстрируют Германия, Штаты, Франция относительно Украины в имплементации Минского 2, может привести к печальными последствиями, что это неизбежно вызовет противодействие со стороны злочительной части украинского общества. И более того, эта злочительная часть украинского общества не просто кого-то там представляет, но она еще, помимо всего прочего, организована и даже вооружена. Этот сигнал не могут игнорировать на Западе. И поэтому я думаю, что то, о чем я давно говорил, что Украина и Киев должны выстраивать, официально Киев должны выстраивать контр-игру Минску-2, системную контр-игру, она начинает приобретать какие-то вот уже контуры, какие-то очертания, и, думаю, позволит выиграть еще время. Месяц, два, три, пять, десять, я не знаю, сколько там, но я думаю, что Петр Алексеевич тоже в этом заинтересован, поскольку таким образом он может спрыгнуть с темой, которая является невыгодной лично ему. Хотя у нас многие пишут о том, что Порошенко заинтересован в том, чтобы реализовать Минск-2, там любой ценой в ущерб Украине. Я думаю, что независимо от того, как Порошенко относятся к Украине, но трезво понимая всю эту ситуацию, он дает себе отчет, каким печальным последствиям это все дело может привести. Поэтому необходимо прямо говорить, что позиция Азова, которая была сегодня озвучена, она, в общем-то, не является каким-то отдельным проявлением микроигры какой-то. Я думаю, что это уже все-таки такой государственный ответ на уровне ключевых игроков в украинском государстве относительно Минска-2 и всего этого процесса, в который втянута Украина в связи с войной на Востоке. Так что вот так вот. Пока.